Он касается мицеллярных свойств дисперсии оксида в воде, дисперсии оксида графена. Вы используете обычный оксида графена, полученный по качеству, так? Да. 40% кислорода примерно. Да, да. Какие гидрофобные участки не восстановлены в оксида графена? Вы упоминали все время, что там имеются гидрофобные участки. Да. Да. Ну, если бы их не было, не было бы мицеллярных свойств. Чего не было? А какие мицеллярные свойства у дисперсии оксида графена? Я об этом рассказывал. Какие мицеллы он образует? Вот, значит, я вам показывал, что мы сделали эрогелий. Вот, значит, мы полагаем, что вот такие... Значит, что получается? Значит, вот гидрофильные части, которые представляют собой, значит, функциональные группы, они, значит, солюбилизируются в воде. Правильно у нас ГО солюбилизируется в воде. Значит, а за счет вот гидрофобных участков они образуют гидрофобные части. И эти части они эрогелизируют нанотрубки. Это ваше объяснение. Бог с ними, с нанотрубками. Мы пока говорим о дисперсии оксида графена стандартной. И вы утверждаете, что дисперсия в воде имеет мицеллярный характер. Значит... Правильно я вас понимаю? Правильно. Ну вот какие доказательства того, что вот эта дисперсия имеет в классическом понимании мицеллы? И какие размеры мицеллы? Нет, не в классическом понимании мицеллы. Мицеллы, нет, махать тут нечего. Значит, я объясняю, в чем значит. Есть мицеллы, так сказать, обычные. Вот мы берем, например, лауден, суэфуат, натрия или такое-то. Ну, действительно, крушенькие такие мицеллы. Но это все известно. Нет, это известно. Вы говорите о классических. Есть, например, оксихалат натрия. Значит, если вы не знаете, что такое, это молекула, которая имеет, значит, с одной стороны, очень большую гидрофобную часть, а с другой стороны, гидрофильную. У него мицеллы, но, значит, они имеют архитектуру, которая к классике мицеллы вообще никакого отношения не имеет. А у него архитектура совершенно другая. Значит, там нет классических мицелл, но там есть гидрофобные коры, в которые они на трубке затягиваются и получаются прекрасные растворы. И это, конечно, в том числе и гидрофобные коры. И это графена с нанотрубками можно объяснить без всяких мицелл. Там, понятно, по другим всяким механизмам. Какой там может быть? Хорошо, это нет. У нас механизм такой, я объясняю, что это. У вас есть несколько слов про члассных характеристик в вашей гидридной гидрофобной? Ну, мы, в общем, не исследовали, но в литературе, значит, известно, что у них хорошие про члассные свойства. И другие свойства они, значит, выдерживают несколько циклов сжатия, так сказать, и, ну, сжатия, так сказать. Мы механические свойства не изучали. Спасибо вам.